Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сразу должна попросить извинения, если что-то будет с моим голосом сегодня не так. Я, к сожалению, уже в наступающем году, в наступившем году успела переболеть и сейчас восстанавливаюсь, но я постараюсь. И тема у нас сегодняшняя. Поговорим о том, как создавать видеоуроки и видео лекции. О том, какие инструменты для этого можно использовать, как всегда будет много сервисов, программ. Я надеюсь, каждый из нашей сегодняшней встречи унесет с собой какой-нибудь сервис или программу и захочет ее применить у себя на практике. Но если говорить теоретически, начать вопрос достаточно серьезно, то видео лекции или видео урок это какой-то отрезок образовательной программы, которые наглядно представляют учебный материал в формате видео. Наверняка все мы пользовались такими видеоуроками, созданными на разных образовательных платформах. Но, собственно говоря, мы можем и сами создавать видеоуроки. Это не так уж сложно и особого оборудования даже не потребуется. Например, нам сегодня не понадобится видеокамера, понадобятся немножко другие вещи. Давайте сначала посмотрим на требования, которые проявляются к учебным видеороликам. Как правило, главное, чтобы такое учебное видео достигало своих задач. Давало бы необходимую информацию в нужном объеме, но при этом не перегружало, потому что информацию все-таки в формате видео воспринимать сложнее, чем читать, допустим, параграф учебника. Внимание многих учащихся, обучающихся будет отвлекаться. Поэтому хотелось бы, чтобы эта информация была подана не просто как научная монография, а лучше каким-то неформальным, интересным способом, научно-популярным. Есть требования к длительности видеороликов, очень много разных исследований, очень много разных статей по этому поводу. Кто-то говорит, что достаточно и 3 минуты, кто-то утверждает, что 5 это оптимально. Но я считаю, что где-то от 5 до 12 минут это вполне нормальный формат, вполне нормальная длительность для создания видеолекции или видеоурока. Хорошо, если к этому видеоуроку будет доступ с разных устройств. То есть, если у нас размещена наша видеолекция на каком-то сайте, чтобы он открывался и на мобильниках, и с компьютера. Естественно, большие требования предъявляются к качеству создаваемого видео. Как правило, качество видео должно быть примерно 720 и более. И, наконец, не забываем про авторские права. Конечно, мы будем создавать видеолекции на основе своих собственных наработок, презентаций. Но если мы будем использовать какие-то дополнительные средства усиления наглядности, допустим, фрагмент из видеофильма или какой-нибудь, я не знаю, музыкальный файл, то не забываем про авторские права. Как правило, их указывают в конце видеоролика или в описаниях к видеоролику, или там и там, для подстраховки, чтобы никаких проблем с этим не возникало. Ну да, согласно, действительно, видео легче для восприятия. И зачастую очень многие настолько привыкли к формату видеороликов, что в текстовом формате уже сложнее информацию. Вот именно для этого мы их и будем создавать. Вообще, если посмотреть, продолжить нашу теоретическую водную, все видеолекции с точки зрения технологии ученые делят вот на такие вот виды. Озвученная презентация или слайд-шоу с комментариями за кадром – это самый простой вариант. Есть вариант создания скринкастов, то есть это захвата содержимого с экрана и комментирование за кадром. Есть вариант создания видеолекций в формате анимации. Еще более сложный вариант – это когда мы рисуем на доске, снимаем это на экране, показываем и комментируем за кадром. Эта технология называется скрайпингом. Ну и, наконец, можно в конце концов записать просто обычный рабочий урок и сделать из него видео, соответственно. Но мы с вами сегодня поговорим о первых двух – о создании озвученных презентаций, слайд-шоу и о создании скринкастов. Отдельную часть вебинара я посвящу обзору видеоредакторов, которые позволяют редактировать создаваемые видеоролики. Понятно, что с первого дубля сразу может видео и не получиться. Может дополнительно понадобиться как-то его отредактировать. Поэтому в конце я просто небольшой перечень программ и сервисов бесплатных покажу. Может быть, что-то вас из этого списка заинтересует. Ну вот, это наша задача. Приступаем. Итак, что нам понадобится из техники для создания видеоролика? Понадобится, прежде всего, микрофон, поскольку мы будем комментировать либо за кадром, либо в кадре, но микрофон нам необходим. Если мы записываем в домашних условиях, перед лицом компьютера, вот как я сейчас сижу, то, скорее всего, микрофон понадобится настольный. Либо, если совсем вы не планируете это ставить на поток, либо если это у вас какое-то одиночное действие, или вы планируете достаточно редко этим заниматься, иногда достаточно и гарнитуры. Главное проверить, как она записывается и в каком качестве звучит. Если качество хорошее, то почему нет, можно использовать и гарнитуру. Что касается настольных микрофонов, тут ценники совершенно разные. Сейчас даже сложно сказать, сколько они могут стоить в магазинах. Есть, если выбирать, могу своего опыта сказать пару слов. Когда я выбирала микрофон, я много узнала вообще об их устройстве, но самое главное, что я для себя поняла, что есть микрофоны динамические, есть конденсаторные. Динамические микрофоны, они воспринимают звук, воспринимают голос очень хорошо, и они достаточно нечувствительны к фоновым звукам. Если вы записываете в классе, в каком-то помещении, где возможны какие-то дополнительные шумы, то вполне возможно, достаточно купить такой динамический микрофон, они относительно недорого по сравнению с конденсаторными стоят. Конденсаторные микрофоны более дорогие, и они более чувствительные, но при этом дают большую глубину звука. Если вы планируете поставить это дело на поток, если вы планируете целую серию видеороликов создавать, или целый цикл, или целый учебный курс записывать, то, наверное, скорее всего, вам понадобится конденсатор на микрофон. Но надо иметь в виду, что записывать в этом случае придется в комнате, где минимальное количество шумов, более-менее звукоизоляция, то есть там стеклопакеты, чтобы не было слышно, что там за окном происходит, и все устройства, которые создают фоновые помехи, тоже убраны. В этом случае, собственно, можно такое использовать. В интернете много разных подробных описаний, разных моделей микрофонов. Сейчас на этом останавливаться не буду. Можно даже послушать, как звучит запись на разных микрофонах, и выбрать что-то для себя подходящее. Второе, что нам может понадобиться, это веб-камера, но я его здесь поставила под звездочкой, потому что это необязательно. Если мы хотим, чтобы наша личность была в кадре, в режиме «говорящая голова», как я сейчас перед вами нахожусь, то можно использовать веб-камеру. Наверняка у многих она есть, либо встроенная в ноутбук, либо такая, как у меня, которая к компьютеру подключается. В общем, если вы хотите создавать видео в режиме «говорящей головы», то нужна еще и веб-камера. Ну и самое замечательное, что нам понадобится, это еще онлайн-сервисы и программы, которые позволяют наши задумки реализовывать. Я не буду останавливаться на самой методологии, составлении видеоурока. Вы намного лучше ее без меня знаете. Я сегодня поговорю только о технической стороне. Итак, начнем мы с озвученных презентаций. То есть у нас уже есть какая-то готовая учебная презентация, слайды, которые мы хотим прокомментировать за кадром. Чтобы, как правило, начинающие пользователи начинают теряться, не знают, какую программу осваивать, чтобы предостеречь от опрометчивых покупок или сэкономить время, я предлагаю, прежде всего, посмотреть, что уже есть в компьютере и что можно приспособить для создания таких видеороликов. Ну, вот то, что я приспособила. Замечательная программа PowerPoint, которая, начиная с 2007 года, предоставила опцию записи показа слайдов, которую потом можно перефоримонтировать в формат видео и сделать видеоролик. Я эту программу использую для создания разных видеодокладов на конференциях. Иногда приходится участвовать, но в режиме видеодоклада. Может быть, вы тоже так когда-то участвовали. Вот пример моего видеодоклада, который я создавала для одной из последних конференций. Если вам интересно, как это было, как это выглядело. Сделала я его с помощью PowerPoint, просто потом в видеоредакторе немножко подкорректировала. Был шумы на заднем плане. Сразу скажу, мне полностью не удалось от шумов избавиться, поэтому я немножко добавила фоновой музыки. Она там тихо-тихо звучит. В общем, они немножко замаскировали мои шумы. И, в общем, вот такой доклад получился. Как это все делается? Это все делается достаточно просто. Открываем презентацию, которую нам нужно озвучить. Подключаем микрофон. Вероятно, придется парушечку слайдов сначала в качестве тренировки прочитать, чтобы посмотреть, как звучит голос. Хорошо ли он звучит, как ловит микрофон и вообще записывает ли микрофон. То есть перед каждой такой записью нужна тренировка. Ну, а, собственно, сама запись делается так. Открываем вкладку показ слайдов, далее запись показа слайдов, ну и начинаем запись. Дополнительные опции. Здесь есть еще лазерная указка. То есть мы можем что-то показывать на слайдах. Подключается она очень интересно. Через зажатую кнопку Ctrl, если на клавиатуре ее зажать и вводить мышкой по слайдам, то появится лазерная указка, и вы можете показывать на слайдах то, что считаете важным. Таким образом мы запускаем запись. Она у нас какое-то время длится. У нас есть счетчик вверху, появляется обычно. Вот он, который позволяет смотреть за записью, следить, сколько секунд, минут записано. Если мы перелистываем слайды, то вот в момент перелистывания лучше сделать паузу. Иначе при конвертации в формат видео звук будет наезжать один на другой. То есть прокомментировали слайд, сделаем паузу, перелистываем слайд и продолжаем. Если паузы будут большими, то ничего страшного, потом в видеоредакторе можно немножко подрезать. Это не страшно. Главное, чтобы звук не заедался в итоге. После того, как запись будет закончена, нажимаем на кнопку «Скейп». Все, запись завершена. Автоматически откроется вот такое поле, как у меня сейчас на экране. И там рядом с каждым слайдом внизу в уголке будет значок такого вот микрофончика. Мегафончика. Это значит, что озвучка записана. Можно каждый слайд послушать, посмотреть. Если не понравилось, можно удалить и переписать. Озвучку можно переписать даже к каждому слайду отдельно. Допустим, вы там закашлялись на каком-то слайде. Можно удалить этот значок просто клавишей «Т» или «Т». Потом открыть этот слайд и еще раз его заново прокомментировать, если что. Чтобы и не начинать всю работу сначала. После того, как мы все это одобрили, нам остается только сохранить готовую презентацию в формате видео. Во вкладке «Файл» сохранить и отправить, создать видео. Все. Ждем какое-то время. Чем больше слайдов, тем будет длиннее, конечно, момент ожидания. Но готовое видео сохраняется на компьютере. Качество хорошее. И можно таким образом делиться. Если мы не хотим, чтобы по бокам у нашей презентации были черные поля, то презентацию нужно сделать в формате 16х9. То есть есть традиционный формат 3х4. Но когда видео форматируется, там по краям будут черные полоски. Чтобы их не было, такая маленькая хитрость, изначально презентация должна быть широкоформатная 16х9. И тогда этих черных полосок не будет. И видео будет такое, очень даже симпатичное. Готовое можно закачивать на YouTube, на какой-то другой хостинг, делиться, как понравится. Еще один вариант тоже из серии «Дюшево и Сердита». Это вариант с программами для создания видеоконференции. Наверняка у многих из вас на компьютере где-то установлена программа Zoom или какая-нибудь другая замечательная программа для проведения видеоконференции. Со времен пандемии наверняка сохранилась. У меня вот Zoom сохранится с того времени. С помощью этой программы тоже можно записать видеоурок. Причем не обязательно его проводить в реале. То есть никого звать не надо. Мы можем этот урок имитировать. То есть создать видеоконференцию для себя. Открыть окно видеоконференции. Открыть демонстрацию экрана. Причем в демонстрации мы можем демонстрировать не только презентацию, но и вкладки браузера. Есть даже доска сообщений. Это онлайн-доска, на которой можно писать что-либо. И урок у нас может быть таким комбинированным. То есть мы можем переключаться между вкладками компьютерными браузерами из браузера, демонстрировать презентацию и рисовать на доске сообщений. Какие-то заминки опять-таки можно потом в видеоредакторе вырезать, если что. Здесь все достаточно просто. Создаем видеоконференцию, открываем, демонстрируем экран и нажимаем на кнопку запись. У Zoom она теперь вот здесь внизу находится. Здесь без каких-либо ограничений, без водяных знаков. Как только вы закончили рассказ, нажимаем на остановку записи, и она конвертируется в формат видео, сохраняется на компьютере. Таким образом, можно приспособить еще и программу для проведения видеоконференции. С ее помощью тоже можно записывать видеоуроки, как показывает опыт. Вот, пожалуйста, я не буду все озвучивать, но это как раз программы и сервисы, где есть функция демонстрации экрана и есть функция записи. То есть, если какая-то из этих программ или сервисов у вас есть, в распоряжении можно их тоже использовать для работы и с их помощью тоже можно попытаться записать видеоурок, не осваивая какие-то новые программные вещи. Еще я хочу посоветовать и рассказать вот об этой программе. Это уже не программа, это мы уже перешли в раздел онлайн-сервисы. То есть, это сайты, на которых ничего скачивать и устанавливать не надо. Мы просто заходим на сайт, загружаем свою презентацию и подключаем микрофон. А дальше нажимаем на кнопку запись и начинаем листать слайды и озвучивать. У этого сервиса очень простой интерфейс, там очень просто разобраться. Он на английском, там несколько кнопок, поэтому тут все понятно, даже без моих подписей наверняка сразу на экране, если посмотреть, сразу понятно, что здесь есть что. Здесь есть возможность добавить заметки спикера. Если вы не любите читать с бумаги, а любите читать с экрана, то можно в заметки спикера добавить свои комментарии, которые будут звучать за кадром. Теперь, что касается ограничений. Сервис Presentius, он вполне себе неплохо дает бесплатную версию. Если загружать презентации в формате PDF, то есть заранее их перевести в PDF формат, то таких видеоуроков вы можете записать неограниченное количество и никак не будете ограничены во времени. Здесь ограничения на PDF версии не распространяются. Если будем загружать в формате презентации, то, к сожалению, только три таких презентации можно озвучить. И еще одна такая сложность есть, если в презентации какие-то шрифты, очень экзотические, допустим, рукописный какой-то шрифт или дизайнерский шрифт, то вот если такие шрифты здесь появляются в таких презентациях, они могут немножко съехать. Поэтому мой совет перед тем, как загружать презентацию, лучше перевести ее в PDF. Ну и загружать уже в PDF документ. С ним проблем никаких не возникли. Сколько слайдов, сколько по времени вы будете озвучивать, это не страшно. В любом случае, все это здесь доступно. Как только запись будет закончена, чтобы она сгенерировалась в формат видео, есть кнопочка Complete Recording, вот она зелененькая, завершить запись и сконвертировать в полученное видео. Правда, есть минус. Скачать готовую видеозапись здесь нельзя в бесплатном тарифе. Дается ссылка на запись и дается код для встраивания. Можно делиться ссылками и встраивать на сайт и в блог. Поэтому, к сожалению, если какие-то там заминки, там, не знаю, какие-то шумы посторонние, еще какие-то вещи звучат за кадром, то, к сожалению, придется переписывать все заново. Вот такой вот минус здесь. И подредактировать уже готовый продукт не получится. Но, с другой стороны, это хороший инструмент, если нужно что-то очень быстро сделать и нет особого времени осваивать что-то более сложное. Поэтому презентию здесь вполне себе можно использовать как подходящий инструмент. Опять-таки, для каких-то видеодокладов можно использовать. Лекции и уроки тоже вполне себе можно записывать. Еще один интересный инструмент – сервис Prezi. Вообще, этот сервис, он сам по себе интересный. Я уже рассказывала о нем в связи с созданием презентации. Может, кто-то был на этом вебинаре. Я говорила о том, что он умеет создавать летающие презентации, где перемещается зритель от одного слайда к другому, как будто перелетая с места на место. Происходит масштабирование, анимация, увеличение. Все это очень красиво смотрится. У сервиса Prezi есть еще такой побочный продукт. Он умеет создавать видеоролики, видеолекции. И они тоже получаются довольно необычными. Вот, пожалуйста, одна ссылка на английском языке. Здесь можно посмотреть, как это все работает. Что здесь интересного можно заметить? Во-первых, можно заметить, что в кадре находится спикер. То есть, если мы хотим получить красивое видео, то лучше подключить веб-камеру. Причем спикер здесь не просто в режиме «говорящая голова», а вот в таком практически полноформатном режиме. Вот у меня сейчас на слайде как раз вариант, когда спикера нет, когда я веб-камеру просто не подключила. Вот представьте, там, где черный фон, допустим, там будет сидеть спикер. То есть, вот практически комнату видно и сидящего спикера. А сбоку будет презентация. Вот она здесь в правом нижнем углу листается. И перелистывая презентацию, перелистывая слайды, спикер будет оставаться на месте, а вот эти вот слайдики в углу будут меняться. Они так красиво будут наплывать. Причем сам спикер, когда говорит, он может переключаться из этого режима в другой режим. Вот они внизу, тут три функции переключения режима. Посредине кнопочка – это показ презентации на весь экран. Допустим, у вас на слайдах презентации какие-то мелкие объекты, которые будет сложно заметить, если вы будете в кадре. Тогда можно развернуть тут же по ходу рассказа, нажав на кнопку «Развернуть слайд на весь экран». А потом можно опять вернуться в любой другой вариант. И есть вариант, когда спикера можно развернуть на весь экран. Вот здесь, где человечек нарисован. Тогда вы убираете из кадра презентацию, выступаете сами в качестве главного действующего лица здесь. Так что, если камеру не подключать, то получится вот как у меня черный фон. Или тогда лучше сделать, чтобы была презентация в центре. Но со спикером получается намного красивее, конечно же. В качестве презентации, что здесь можно использовать? Если вы уже в Prezi работаете, и у вас там есть презентации, созданные в Prezi, вы можете их озвучивать, просто сюда загрузить через кнопочку «Импорт». Через эту же кнопку загружаются любые другие презентации с компьютера и Google Диска, например. И вы любую презентацию из любого количества слайдов можете сюда добавить. Единственное, что если у вас какие-то есть там анимационные эффекты и звуки, то они проигрываться здесь не будут. У Prezi своя анимация. Поэтому всесторонние штучки демонстрироваться не будут. Но зато получится очень необычный видеоурок. Если презентации нет, можно создать ее прямо здесь с нуля. Для этого есть кнопочка с плюсиком, которая добавляет слайды. Вот я начала создавать презентацию. Взяла рандомную картинку, просто добавила через кнопку «Картинка». И кнопка с буквой «Т» добавляет, соответственно, текст. Вот текст, который я написала, и вот моя картинка. Вот так будет выглядеть моя презентация, которую я создаю прямо здесь с нуля. И точно так же я могу набросать таких слайдов любое количество через кнопку «Плюс». То есть все это красиво будет переезжать, перелистываться и просматриваться. Очень необычный формат и очень необычная самоподача. Готовое видео, опять-таки, скачать нельзя. Есть ссылка, есть код. Можно встраивать на странице сайтов и блогов этот видеоролик. Что еще могу о нем хорошего сказать? Про ограничения, естественно. Презика, если вы помните, дает ограничения до пяти проектов, к сожалению. Но если очень понравится такой вариант, всегда можно создать еще один аккаунт и продолжить творчество еще раз. За красивых, необычных проектов, мне кажется, хороший вариант. Если у вас какой-то видеоролик уже не актуален, ему можно просто удалить и записать новый. И в общее количество этот удаленный ролик считаться не будет. Тоже такая вот маленькая хитрость. Ну вот как, собственно, происходит запись. После того, как мы загрузили или создали презентацию, нажимаем внизу на кнопочку «Начать запись». И начинаем листать слайды. Для этого есть стрелочки. Листаем слайды. Если нужно, переключаемся в разные режимы. Я в качестве спики, вместо спики разделала фончик вот такой, чтобы не так грустно было, не такой черный был фон. И, собственно говоря, озвучиваем. Подключив микрофон, комментарии, переключаемся, перелистываем. И так до конца. Потом на эту же кнопочку нажимаем второй раз и останавливаем запись. Запись до 15 минут. Вот здесь есть еще чек внизу, чтобы не переговорили. Но я думаю, вполне достаточное время для записи хорошего урока. Даже, наверное, 15 будет и многовато. Вот и все, пожалуй. Теперь о сервисе, о котором меня на одном из вебинаров попросили рассказать. Я выполняю просьбу, рассказываю. Сервис очень простой, довольно любопытный. Вы можете прямо вот сейчас зайти на YouTube. Ссылочка. Если хотите, я могу сейчас. Если получится. Нет, не получится, к сожалению. Но вы можете найти сейчас этот сайт в поиске у себя и зайти туда. Это замечательный сайт, который позволяет озвучивать презентацию даже без регистрации. То есть достаточно загрузить презентацию. И выбрать голос для озвучивания. Этот голос в качестве робота озвучит слайды вашей презентации. Готовое видео можно будет скачать на компьютер. Вот я практически зоопарк озвучила. Можете посмотреть, как это у меня получилось. Как здесь обстоит работа? Здесь все достаточно просто. Я перевела на русский язык с помощью онлайн-переводчика, чтобы было понятнее. На самом деле сервис на английском языке. Но он такой простой, что особенно много о нем рассказывать, наверное, и не нужно. Для того, чтобы загрузить презентацию, перед загрузкой презентации, нужно добавить текст своих комментариев, которые будут звучать за кадром. Добавляются они в заметки докладчика. Я думаю, вы знаете, что внизу каждой презентации, у каждого слайда есть такое поле, называется «Заметки докладчика». Туда вставляются разные текстовые фрагменты. Поэтому к каждому слайду нужно записать комментарий текстом в эти заметки, добавить его. Это то, что голос за кадром будет читать. Обязательно посмотрите на шрифты презентации, чтобы не было чего-то экзотического. Ну и дальше загружаем файл в формате pptx или ppt. Максимально здесь принимаются файлы размером до 10 мегабайт и 30 слайдов. В них должно быть максимальное количество. Для небольшой презентации я вам ссылку дала, там 11 слайдиков у меня. Далее перейдем к настройкам будущего видео. Что нам здесь нужно? Во-первых, выбираем русский язык. Выбираем из списка голосов. Голосов здесь много. Здесь не так, как у многих сервисов для генерации голоса. Там 1-2 и все. Здесь довольно большой список и женских, и мужских, и разных. И можно выбрать любой голос, который понравится. Более того, у этого сервиса есть функция, где можно несколькими голосами читать. Для этого нужно просто указать в заметках к слайду название голоса, который будет читать, перед самим текстом вставить, и тогда получится разными голосами. Дальше выбираем скорость, фоновую музыку и нажимаем на кнопку «Создать видео». Ждем какое-то время. Полученный видеофайл тут же можно скачать к себе на компьютер. Перед скачиванием, естественно, его можно посмотреть. Вот мой арктический зоопарк, например, так выглядел. И что я здесь заметила, здесь еще есть опция «Улучшить видео». То есть, если нам не понравился голос, если нам кажется, что голос читается слишком медленно или слишком быстро, есть возможности изменить голос, выбрать другой, поменять озвучку, ускорить или замедлить голос. В общем, можно немножко еще поэкспериментировать с этим видеороликом. Ну и затем нажать на кнопку «Скачать». Хотя здесь нет регистрации, но при этом сайт ведет счетчик. У него есть счетчик на скачивание и на конвертацию, презентацию. То есть максимально можно создать здесь бесплатно 20 презентаций. Вот у меня первая была пробная, а это у меня уже была такая более серьезная. Поэтому у меня вот здесь уже осталось 18 медиаресурсов. Внизу обязательно будет счетчик. Честно говоря, как без регистрации происходит этот подсчет, я не особо понимаю. Наверное, через IP-адрес компьютера каким-то образом это высчитывается. Но, тем не менее, это довольно любопытный эксперимент. Если вам такой вариант нравится, то можно попробовать. Не сказать, что это прямо вот как человеческий голос звучит, но, тем не менее, это получается вполне себе симпатично. Можно использовать тоже в работе. Так что вот, хороший инструмент. О нем очень много написано обучающих материалов. На последних слайдах у меня есть ссылки на обучалки. Так что, если понравится, можно его освоить достаточно быстро. Можно это сделать. Ну, а мы давайте перейдем к слайд-шоу. Сервисов для создания слайд-шоу тоже достаточно много. Но, по большей части, они все в основном для создания фотографий на фоне музыки. Для видеоуроков это не самый лучший вариант. Хотя можно и видеоурок создать просто на основе фотографий с какими-то текстовыми надписями. Но я хочу из всего этого многообразия показать сервис, который позволяет озвучивать и озвучивать довольно необычным образом. Вернее, даже не озвучивать необычным образом, а создавать видео необычным образом. Сервис называется Lumen5. Он позволяет создавать видео разных вариантов. Вот, например, видео стандартное на основе текста и медиафайлов, то есть картинок. И можно создавать видео с помощью веб-камеры. То есть вы можете подключить веб-камеру и записывать себя. И в одной работе, в одном видео можно чередовать. То есть один слайд будет, допустим, с картинкой, с каким-то слайдом, а другой будет ваш комментарий, где вы в кадре. Затем можно опять поменять. То есть можно вот такой смешанный формат выбрать. Что еще здесь любопытного и интересного? Дело в том, что здесь видеоролик можно записывать не на основе презентации, а на основе текста. То есть нам нужен просто текст, на основе которого будет создаваться видеоролик. Это может быть текст обычный, который мы скопировали и вставили. Это может быть ссылка на статью какую-то в интернете, которую вы хотите использовать в качестве видеоролика, например. Ну, давайте, чтобы не быть многословно, я ссылочку отправлю. Это не совсем видеолекция. Я и не планировала, что это будет видеолекция. Просто пример. Это статья, когда-то я написала статью, рассказывающую о библиоквестах. На нее была ссылка. Я эту ссылку вставила внутрь этого сервиса. И сервис мне сгенерировал вот такое видео. Оно без озвучки. Но если бы я захотела, я бы могла его еще и озвучить. За кадром бы что-то начитала. Итак, как я это все сделала? Добавила ссылку, либо можно просто готовый текст вставить. Нажал на кнопку «Импорт» или нажал на кнопку «Комплит». Далее. Далее сервис. Ну, не сказать, что это прямо совсем уж нейросети и искусственный интеллект. Но тем не менее. Сервис анализирует текст, который мы ему дали. Выбирает там ключевые слова, какие-то подписи, надписи, заголовки. И на основе этих заголовков формирует видео и ключевых слов. То есть он из своих запасов подбирает какие-то картинки, которые, как ему кажется, соответствуют тематике. И выбирает ключевые слова, выносит их на слайды. Вот он мне такой вариант предложил. То есть он взял заголовок уникальный «Животный мир Арктики» и поместил его на первый слайд. Дальше на следующем слайде там еще какой-то небольшой текстик и картинка, соответственно, к нему. Естественно, все эти файлы мы можем менять. То есть если нам не нравится фотография, мы можем ее загрузить с компьютера, либо можем взять из библиотеки сервиса. Здесь хорошая библиотека, есть поиск. На английском и на русском языке ищется. Можно добавлять маленькие такие футажики для динамичности картинки. То есть это маленькие видеоролики, на фоне которых можно какой-то текст написать. Либо можно все свое загрузить с компьютера. Здесь проблем с этим нет. Видео можно делать в разных форматах. Мы можем стандартное делать, классическое. А можем для социальных сетей. Вообще сервис ориентирован и на социальные сети тоже. То есть если вы контент создаете за группу для каких-нибудь, то здесь возможность есть создание вертикального видео и квадратного. Есть здесь большая библиотека фоновой музыки. Вот она, вкладка Music. Можно наложить фоновую музыку. Здесь есть большая библиотека готовых файлов. Опять-таки можно загрузить что-то свое. И самое замечательное, вот оно, запись озвучки. Как это происходит? Мы подключаем микрофон. И нам будут листать наши слайды, которые мы создали. То есть сначала нужно создать все слайды. Затем запись озвучки. Нам листают наши слайды, а мы говорим голосом. Комментируем каждый слайд. Все это сохраняется. Дополнительно можно, как мы видим здесь, поиграть с громкостью. То есть фоновую музыку можно сделать потише. А озвучку, наоборот, сделать погромче. Ну и таким образом мы можем записать готовое слайд-шоу с звуковыми комментариями за кадром. Если у нас есть уже записанный готовый файл, его можно загрузить. Через кнопку Upload можем загрузить уже готовую начитку, которую мы сделали заранее. Такой вариант тоже может быть. Вот, пожалуй, все. А дальше сохраняем этот видеоролик. Есть возможность его скачать. Есть возможность получить ссылку и поделиться на готовый продукт. Со своими коллегами, учениками. Так что, такой вот интересный вариант, который можно использовать для разных целей. Для обычных слайд-шоу, для видеолекций, для видеоуроков. Ограничений здесь нет по количеству создаваемого видео. И по длительности тоже нет. Единственное, будет водяной знак. Находиться на видеоролике внизу, в углу. Но это не так страшно, на самом деле. Все остальное здесь вполне себе на приличном уровне. Более того, сейчас у сервиса появилась возможность интеграции с нейросетями. То есть, чтобы нейросети создавали видеоролик по описанию. Но, к сожалению, они очень плохо воспринимают русский язык. Поэтому нейросеть здесь пока для русскоязычных роликов не очень подходит. А все остальные функции действуют хорошо. Забыла сказать, что когда мы создаем слайд-шоу, внизу, может быть, заметили, есть значок плюсик под каждым слайдом. То есть, сервис нам создает какие-то слайды, но мы всегда можем их увеличить, количество уменьшить, добавить новый слайд. Более того, можно добавить новый слайд, где будет запись с веб-камеры. То есть, таким образом можно создавать разнообразные видео. Не только слайды показывать, но и себя в кадре. Вот. Это что касается слайд-шоу. Если вы знаете еще какие-то сервисы, которые можно пристроить на дело создания видеолекций, то можете в чате рассказать об этом. Я вам к нему в следующих вебинарах о них тоже расскажу. Итак, переходим к скринкастам. Ну, на самом деле, я не так часто занимаюсь скринкастингом. Я не очень это люблю, скажу сразу. Но, тем не менее, я знаю, какие есть технологии, как их можно использовать. У меня стоит одна программа и одно расширение на компьютере. На всякий случай, если мне это необходимо. Я предпочитаю создавать либо голос за кадром, либо в смешанной технике. То есть, скринкаст, а может быть, только как части. Вообще, скринкасты хорошо подходят, если мы рассказываем о каких-то действиях, хотим показать их наглядно. То есть, по сути, это захват с экрана. То есть, это программка или сервис, который снимает все происходящее у вас на экране компьютера. Скринкаст может быть немым. То есть, вы просто будете нажимать на кнопочки и все это запишите. Но чаще всего скринкасты делаются с голосовыми комментариями. Очень много обучающих материалов и видеоуроков на YouTube можно найти в формате снятого как раз скринкаста. Когда спикер либо сам в кадре, либо за кадром комментирует, нажимает на кнопочки и показывает, как осваивать программу. Естественно, это хороший вариант, если у вас есть учебная тема, где может это пригодиться. В библиотеке, например, можно снять, например, как искать в электронном каталоге нужную книгу, как вообще пользоваться электронным каталогом, как составлять библиографическое описание, да вообще, там, как создавать план текста. Можно разбирать задания ЕГЭ, показывать на текстовые, выделять там какие-то части этого текста, там, цветом, подчерками и так далее. Ну, в общем, можно найти применение скринкаста на самом деле. Давайте я вам расскажу просто о тех программах, которые существуют, естественно, бесплатных, которые можно использовать в работе. Вдруг вам понадобится. Итак, ну, начнем вот с этой программки. Окам, так, я все время забываю название. Сейчас, молотку. Окам Screen Recorder. Да, вот она. Ну, вот пример записи этой программы. Это такая тестовая запись. Как она записывает эту программу, чтобы можно было представить так. Это достаточно простая русифицированная программа. Я выбрала сервисы, две программы выбрала на русском языке, чтобы было проще с ними общаться. Как видим по кнопочкам, здесь все достаточно просто. Для начала нам нужно выделить вот этой вот рамочкой зеленой область записи экрана. То есть есть программы, которые стандартно записывают весь экран. То есть там нет такого варианта, чтобы выделить одну область какую-то, ее записывать. Потому что у вас на экране могут быть какие-то вкладки, которые вы не хотите афишировать. У вас, может быть, кнопки внизу тоже. Вы не хотите их показывать, они лишние. То есть вот эта зеленая рамка, она позволяет выделить только ту часть экрана, где будут происходить все события. После того, как мы выделили нужную часть, нажимаем на кнопку «Запись» и начинаем записывать. Естественно, перед этим надо подключить микрофон и проверить звук. Как у нас идет звук. Ну и после этого можно приступать к созданию скринкаста. Матерые создатели скринкастов говорят, что хорошо бы какой-то сценарий иметь под рукой. То есть, несмотря на такую простоту вообще создания скринкастов, мне кажется, что это достаточно сложный процесс. Потому что программа может зависнуть. Что-то не то, что-то пойдет не так. В общем. То есть, по-другому должен быть какой-то сценарий. И очень мне не нравится, например, когда в видеоролике там какие-то длинноты есть, когда спикер делает паузы какие-то. Ну, вот эти вот все паузы лучше вырезать или как-то. Ну, в общем, перед глазами все равно должен быть сценарий, что вы будете говорить, нажимая ту или иную кнопку. Это важно. Ну вот, отвлеклись немножко. Готовое видео, как только оно закончится, скачиваем на компьютер и используем. Без вводяных знаков, без каких-то ограничений. Она совершенно бесплатная. У меня стоит вот эта программа. На одном из вебинаров мы с одним из слушателей не сошлись во взглядах. Он написал, что это не очень хорошая программа. А мне нравится. Это программа iSpring FreeCam. Тоже бесплатная программа на русском языке. Она тоже имеет функцию выделения области экрана. Вот так она выглядит, эта рамочка. И точно так же такая же кнопочка для записи, кнопочка с микрофоном, которая позволяет протестировать микрофон, посмотреть, как он работает. Большой плюс у этой программы в том, что у нее есть еще встроенный видеоредактор. После того, как происходит сама запись, после того, как закончится запись, после этого можно открыть видеоредактор и вот эти все две ноты, убрать, изменить немножко звук. То есть там есть возможности заглушить звук, сделать его позвонче, вырезать какой-то фрагмент видеороликов, убрать фоновую шуму. Даже такая есть опция. В общем, хорошая программа. Я не совсем поняла комментарий. Она требует оригинального ПО, иначе не встанет. Но вот ссылочку я вам дала. Это как раз на сайт производителей. То есть вы скачиваете оригинальную программу, устанавливаете на компьютер. То есть она изначально есть оригинальная, офиса оригинального. А вы знаете, она не требует офиса. Это не надстройка к PowerPoint. Это отдельная программа. Она у меня стоит как значок на рабочем столе. То есть я в нужный момент ее открываю. Есть у iSpring приложение Suite. Да, есть такое. У меня когда-то стояло. Оно устанавливается как настройка к PowerPoint. Она тоже умеет записывать скринкасты. Но это другое. Это не надстройка. Это отдельная программа. И вам не нужно иметь PowerPoint. Но мы все понимаем, что у многих у нас PowerPoint не лицензионный. Давайте смотреть правде в глаза. В сегодняшней ситуации его, наверное, уже просто ни у кого не существует. Да. Она отдельная. Она простая для освоения. Она очень легкая. Единственное, она будет занимать место на вашем компьютере. Вот поэтому мы с одним из слушателей не сошлись во взглядах. Он сказал, что она очень тяжелая. Да, согласна. Она какое-то место на компьютере займет. Но она очень удобная. Вот правда. Я скринкасты записываю с ее помощью. Есть еще у меня программы, внутрь которой встроены скринкасты. Я в конце вебинара, если хотите, еще о ней скажу. Но это вот для скринкаста вообще оптимальный вариант. Тем более, что там еще и видеоредактор. Два в одном. Да. Неплохо, мне кажется. Вот. Ну вот, пожалуйста, видеоредактор. Вот так он выглядит. То есть, какое-то видео записалось, какие-то слайды. И вот на вот этой ленте времени, допустим, мне вот эта вот часть моего выступления понравилась. Я ее могу просто вырезать. Здесь есть функция удаления шумов, нарастания, затухания. В общем, может быть, функций не так много, как в продвинутых видеоредакторах. Но все основное есть. И мы можем подкорректировать наш видеоролик, сделать его более симпатичным. Вот. Еще у меня есть информация о двух расширениях. Вот это расширение, это расширение к браузеру Google. Если у вас Google стоит, можно его попробовать. Это немножко не программа. Это расширение, которое нажатием одной кнопки устанавливается. И вверху, где строка браузера, появляется кнопочка со значком вот этого расширения. А в Sumscreen, она позволяет создавать, ну, давать пару ссылок, отправлю. Первая ссылка – это на сам сайт с расширением. Если вы не хотите программы какие-то забивать память компьютера, бывает такое, что техника не самая мощная и может не потянуть. Тогда можно попробовать расширение. Оно полегче, оно не забьет вашу память и будет работать в связке с интернетом. Вторая ссылочка – это как раз вот я с помощью этого расширения записывала скринкаст. Ну, не совсем скринкаст. Это я просто открыла презентацию и озвучивала презентацию, но записывала это как скринкаст. На английском языке, ну, здесь достаточно все просто. Вот окошечко я сейчас показываю на слайде, как это все выглядит. Можно подключить веб-камеру. Если в предыдущих сервисах веб-камера не подключалась, то здесь можно включить веб-камеру, озвучивать с веб-камерой вместе. Что здесь? Подключаем нужное оборудование, микрофон и камеру и нажимаем на кнопку «Начать запись». Выбираем вкладку, которую хотим озвучить. Ну, вот, например, я выбрала вот вкладку с презентацией. Открылась, как обычная презентация, я ее просто листала и озвучивала. Готовое видео сохранилось без вытянных знаков в неплохом качестве. Его можно скачать на компьютер, можно вот как я с ссылочкой поделиться. Поскольку мы регистрируемся и создаем личный кабинет, то все записи будут храниться в личном кабинете. А еще, если вы обратили внимание, здесь есть вкладка «Capture». Эта вкладочка означает, что здесь можно делать скриншоты. Эта же программа делает еще скриншотики. Снимает не только вот, если у нас большая картинка, не влезает весь экран, она может снимать даже все ее целиком, даже если она в экран не помещается. Очень удобно для больших скриншотов я ее использую. Единственное, что у этого расширения есть ограничения, к сожалению. Раньше оно было совсем бесплатно, и сейчас есть ограничения. Ну, во-первых, ограничения попроще. Это то, что здесь скринкасты можно записать продолжительностью до 6 часов. Ну, это достаточно вполне. Для работы скачать можно скринкаст продолжительностью до часа. Тоже вполне себе нормально. А вот записать таких скринкастов можно, к сожалению, только 20. А скриншотов в картинках таких сделать 100 в бесплатном тарифе. Можно попробовать, поэкспериментировать, посмотреть, как вам. На всякий случай, если программа, мало ли доступа к программе, доступа нет, или программа не устанавливается, можно попробовать вот в SM Screen использовать его как расширение. И еще одно расширение. Тоже мне подсказали пользователи на одном из вебинаров. Ну, вот, пожалуйста. Можно скачать. Здесь появилась опция редактора. Правда, когда я только писала мастерилку, она была только для платных тарифов в формате ПЭТА. Сейчас не знаю. Надо проверить, стала ли она бесплатной. Но пока под знаком вопроса. Можно получить ссылку и можно скачать то, о чем я говорила. Что здесь еще можно в SM Screen? Совсем забыл. Это самое замечательное, что еще можно сделать. Здесь есть видеоредактор, который позволяет вырезать кусочки видеоролика. И возможность есть добавлять даже поверх слайдов, поверх видео, тексты и картинки. Вот, например, у меня сейчас добавление текста. Вот так вот. Можно выбрать цвет, форму и так далее. Есть возможность добавлять киперссылки, но они неактивные. Поэтому я не вижу смысла в них. Зачем их поверх слайдов писать, если на них нельзя нажать. А вот вдруг вы хотите еще добавить какой-то текст поверх видеоролика, какие-то типа субтитров или что-то вроде этого, подписи каких-нибудь, то это можно сделать, а в SM Screen это разрешает. Вот такой минимальный видеоредактор здесь есть. И еще одно расширение, о котором тоже рассказали мне пользователи на одном из вебинаров. Оно немножко менее функционально. Оно очень простенькое. Тоже устанавливается как расширение в браузер, в Google. Но говорят, что в Яндекс тоже хорошо встает это расширение. Оно позволяет подключить, единственный у нее плюс, оно позволяет подключить веб-камеру. То есть если вы хотите не просто скринкаст, а чтобы в углу были вы, как спикер, то вот, пожалуйста, такой кружочек будет. Вместо кораблика будет говорящая голова. К сожалению, Loom не дает возможность выбрать, какую часть экрана снимать. То есть вот весь экран он и снимет. Там выделить ничего нельзя будет. Зато здесь очень простая навигация. Здесь всего лишь две кнопки. Начать запись, остановить запись, удалить, если не понравилось. Loom был в одно время бесплатным инструментом. Все замечательно им пользовались. Очень многие скринкастеры с удовольствием его рекламировали. Сейчас, когда я зашла на их сайт, прочитала, что можно записать 25 видеороликов продолжительностью до 5 минут. Не очень это хорошо. И здесь нет режима редактирования. Но зато есть режим подключения веб-камеры. То есть вот то на то получается. В общем, говоря, инструмент не без недостатков. Но если вам нравится, то можно его использовать. Он достаточно простой для своей. Ничего сложного в нем нет. И вот еще, пожалуйста, списочек. Еще программы для скринкастинга. Они все с разными ограничениями. Единственное, вот первые две, они более-менее без ограничений. Скринпрессы и фрикам, они позволяют захватывать скринкасты прямо просто без подключения веб-камеры и без возможности редактировать. Но никаких водяных знаков и никаких ограничений нет. А вот останавшиеся есть ограничения. В основном они касаются наложения водяных знаков. А из скрин-рекордер хорошая программа. Ее даже можно купить и обладать картой МИР. 3200 она стоит на сегодняшний момент. У него есть хороший встроенный редактор. То есть там можно редактировать, улучшать звук, вырезать фрагменты видео и так далее. Остальные программы с ограничениями. Либо по количеству видеороликов, либо по количеству водяных знаков на них. Ну, например, Tiny Take, до 5 минут видеоролики можно создавать и 2 гигабайта для хранения. То есть в пределах этих 2 гигабайт можно создать столько, сколько захочется. В Indicam это тоже хорошая программа, они очень много пишут, но она позволяет создавать только 10-минутные видеоролики с водяным знаком, без возможности редактировать. Screencastify это тоже расширение 10 видеороликов до 30 минут. То есть у каждой программы есть какие-то свои минусы и плюсы. Если вам нравится создавать скринкасты, то тоже вот, пожалуйста, выбор, что могла подобрать все на слайды, вынесла со ссылками, можно походить, почитать и выбрать для себя подходящую. Но, естественно, это не все. На самом деле, огромное количество этих программ существует, просто тут отдельные надо вебинары проводить касательно всех этих программ. Спасибо за нужную информацию. Уже еще в предложенной представлении небольшого описания в инструментах минусы и плюсы. Сейчас посмотрела и расстроилась, так как не делала пометки по ходу лекции. Ну, так вы можете посмотреть. Я же не могу все вынести на слайд, иначе это превратилось в караоке Powerpoint. И не всем бы это зрителям понравилось. Я пытаюсь хотя бы списочно показать, если я каждый сервис начну описывать на слайдах, это не очень интересно будет на самом деле. Вы можете переслушать эту видео-лекцию, когда она выйдет, вебинар этот на YouTube. На YouTube даже есть, по-моему, функция транскрипции, которая позволяет читать текст, который я проговариваю. То есть вы можете вернуться и послушать еще раз, если что. Что такое водяные знаки? Водяные знаки – это такие значки, которые ставятся поверх видео. Они бывают разные. Бывают в углу, достаточно незаметные. Ну, вот Lumen5, например. Если вы видеоролик откройте, там увидите, что в углу есть значок Lumen5. Он не такой прямо огромный, и с ним можно смириться. Есть сервисы, которые ставят водяные знаки прямо посредине видеоролика, то есть главную часть закрывают с собой. Это полупрозрачные такие изображения или тексты. Чаще всего там пишут название программы. Вот ее как штамп ставят на каждом вашем слайде. будет такой штамп с названием программы, в которой вы создали. Это не всем нравится. Поэтому я предупреждаю, что есть кое-где. Хотя, может быть, кому-то это и не нужно, и безразлично. В конце концов, есть видеоредакторы, которые позволяют, если эти водяные знаки в углу, они позволяют делать кадрирование, то есть обрезать с краев видеоролик и убирать эти водяные знаки. Вот, такая вот хитрость есть. Я иногда этим пользовалась. Но если он, естественно, посредине вашего слайда, то никак его не убрать. Давайте как раз к видеоредакторам, собственно, и перейдем. Потому что иногда запись видеолекции, как бы она ни была хороша, не бывает без недостатков. Только если вы профессиональный актер или звукорежиссер, тогда можно с первого дубля все записать. На самом деле, наверняка, вам понадобится в работе и наверняка, а совершенно точно, если вы планируете создавать видеоуроки, понадобится какой-нибудь, может быть, даже самый простой видеоредактор, который позволит немного скорректировать видеоролик, улучшить звук, улучшить качество, кадрировать то же самое, вырезать ненужные длинноты, ну, там, отошли от текста, разошлись и подумали, что это неуместно, нужно вырезать. В общем, все это можно сделать. Давайте посмотрим. Итак, начнем с простых сервисов, которые не требуют регистрации. Вот замечательное приложение «Раз, два, три Эпс», которое позволяет создавать видеоролики даже без регистрирования. На русском языке, вообще, это очень хороший инструмент, очень хороший сайт, как вы видите, он умеет очень много делать хорошего с видеороликами. Например, удалять логотипы из видео. Вот, это к вопросу о водяных знаках. Иногда можно попробовать водяной знак удалить с помощью вот этого инструмента, если вдруг. Вот. Но нас будет интересовать видеоредактор. Это так называемый нелинейный видеоредактор. Тут я немножко теории подпущу, что это такое. Линейный редактор есть и нелинейный видеоредактор. Линейный видеоредактор – это простой вариант, когда у вас видеоролик состоит из нескольких слайдов, из нескольких кадров, из нескольких сцен, которые, как на параде, следуют один за другим, не наезжая друг на друга. То есть, кончается первый эпизод и тут же начинается следующий. И вот, ну, представляем это как слайд-шоу. Показывается одна картинка, потом следующая, следующая и так далее. Есть вариант нелинейного видеоредактора. Это более сложный вариант. Это нужно, если вы планируете, когда у вас будет опция «Картинка в картинке», когда один слайд, одна сценка будет наезжать на другую, ну, допустим, у вас какая-то основная событие происходит, и вы вторым слоем накладываете какой-нибудь футажик, там, я не знаю, циферблат полупрозрачный появляется, символ времени. Ну, в общем, когда накладывается несколько видеодорожек или несколько аудиодорожек друг на друга. Например, у вас есть озвучка и фоновая музыка. Это две аудиодорожки, которые друг на друга накладываются. Это называется «Нелинейный видеоредактор». Вот. Вот как раз это приложение, оно как раз нелинейное. То есть здесь можно создать несколько видеодорожек и несколько аудиодорожек. Давайте посмотрим. На начало сервис предлагает добавить сценки, из которых будет создаваться наше видео. Если у вас уже есть готовое записанное видео, соответственно, загружаем его. Если у вас есть отдельные слайды, которые вы хотите озвучить, то загружаем эти слайды. Я загрузила слайды. Каждый слайд в этом сервисе идет на отдельную дорожку. Вот так это выглядит. Дорожки внизу. Вверху слайд, который мы сейчас редактируем. С левой стороны инструменты для редактирования. Сервис русифицированный, поэтому здесь не очень сложно. Итак, на начало мы выясняем, как будут у нас эти слайды. Либо один за другим. Вот сейчас они идут один за другим. Сначала этот, потом этот. Если что, мы можем мышкой подвинуть слайды друг на друга, наложить их. Один слайд можно сделать более прозрачным. Вот есть опция прозрачности. Один основной у нас будет, а второй как такая вот, это называется, оверлей. Если перевести с русского языка, это какое-то наложение. Дополнительное. Одна картинка поверх другой. Может быть, вы видели в фильмах, иногда такая встречается. В общем, вот так вот. Дорожки можно друг на друга накладывать. Но стандартный вариант, если у нас очень простая лекция, без всяких изысков кинематографических, то вот, пожалуйста, один слайд, одна сценка, вторая сценка и так далее. Естественно, сценки можно обрезать. Вот есть желтые маркеры с одной и с другой стороны. Мы их двигаем вправо-влево и обрезаем. Точно так же можно разрезать клип напополам или там еще как-то. Вот есть ножнички. Эта опция ножницы разрезает клипы и отсекает ненужное. Ненужную часть щелкаем по ней и нажимаем на корзинку. Вот эта корзинка, она удаляется. Таким образом, мы редактируем видеоролики, фотографии, все, что сюда добавили, все редактируется. Дополнительно. Здесь можно добавить текст поверх наших видеороликов, как титры, как надписи, какие-то заголовки. Дальше. У нас есть библиотека с аудиофайлами. Там уже есть готовые музыкальные фрагменты, которые можно добавить в качестве фоновой музыки. Можно загрузить свое, естественно. Это не возбраняется. В разделе файлов грузится все, и картинки, и музыка, и видеоролики. Есть хорошая штука, называется она запись. Запись позволяет подключить микрофон и сделать прямо здесь, в этом редакторе, запись своего голоса с микрофона, с камеры, или захватить экран. Здесь есть опция скринкаста. Так что здесь вот все есть, все, что нужно. Просто включаем то, что нам нужно, для показа. Например, нам нужна камера, нам нужен микрофон, нам нужен захват экрана. Все три нажала. А дальше я включила этот самый экран, нажала на кнопку «Далее», и началась запись. Вот. Запись появится здесь же, как только мы ее закончим. Она вот здесь внизу на ленте времени появится. И мы можем ее редактировать. Тоже обрезать, вырезать, уменьшать, увеличивать и так далее. Для аудио здесь есть небольшие настройки. Можно делать погромче, потише. Каким-то образом можно редактировать. Еще здесь хорошая штука от текста в речь. Это если лениво нам озвучивать, мы можем написать текст и за нас его прочитает робот. Мы можем таким образом. Там есть несколько русских голосов, которые могут озвучить наш текст, голос за кадром. Так что такая штучка есть. Ну и когда у нас видеоролик закончился, осталось нажать на кнопку «Сохранить» вот она внизу и скачать его на компьютер. Особых ограничений здесь нет. Ни по количеству видеороликов, ни по количеству чего-либо еще по длительности. Качество 720. Вот, пожалуйста, нам предлагают скачать либо 360, либо 480, либо 720. Ну, естественно, берем 720. Вот все платные опции здесь помечены значком «Бриллиантик». Если мы хотим 1080, то это платно. Но 720 – это тоже очень хорошее качество, поверьте. Так что получается вполне себе неплохое видео. Можно использовать и для записи лекций, и просто для создания слайд-шоу. И если у вас никакого видеоредактора нет, то это совершенно бесплатная онлайн-версия, которая работает прямо в интернете с любого компьютера. И вот такой есть вариант «ClipChamp». Я так понимаю, что это разработка Microsoft, которая пришла на смену знаменитой киностудии Windows Live и еще был… Господи, забыла. Предыдущий. В общем, у Microsoft были свои программы. После обновления Windows, если у вас эти программы были, если у вас произошло обновление Windows, как это случилось у меня, эти программы исчезли. Вот. И у меня теперь никаких видеоредакторов не осталось. Не осталось. Ну, есть разработка Microsoft. Вот она, «ClipChamp» называется. Может быть, она даже у вас есть на компьютере. Посмотрите в списке программ. Вот на рабочем компьютере она у меня чудесным образом имеется. То есть это и программа, которую можно скачать и использовать бесплатно. Это и онлайн-сервис. Можно не скачивать, можно работать просто в привязке к интернету. Программа очень простая. На русском языке она для линейного монтажа. То есть это для очень простых видеороликов, где не надо накладывать несколько видео и аудиодорожек. Где просто есть несколько сценок и просто голос сочин, который их озвучивает. Либо фоновая музыка. Вот такой конструктор. Он очень похож на предыдущий. Вот у нас слайды наши, сценки. Вот они на ленте времени. Здесь их... Здесь одна видеодорожка. Здесь можно добавлять тексты. То есть поверх видео что-то писать. И можно добавить аудио. Вот. Здесь есть библиотека аудиофайлов. Вот. Библиотека. Она так и называется. Можно брать из нее. Можно загружать любые файлы свои. Загружаем видеоролики. Загружаем картинки. И точно так же их можно обрезать, вырезать. Расставлять по порядку. Единственное, что... Что касается дорожек. Здесь одна видео и одна аудиодорожка. Если нам нужна музыка и голос за кадром. Что делать? А дорожка здесь одна. Но для начала мы можем просто добавить одно какое-нибудь аудио. Ну, я вот так делаю. Например, не знаю, может я делала неправильно. Но я, например, добавила сначала фоновую музыку. Сохранила как немой видеоролик. И у меня была записана отдельная озвучка. Я просто сохранила как видео и загрузила в эту программу еще раз. У меня опять появилась внизу дорожка аудио. Я туда добавила озвучку. Делала ее погромче. И, в общем, все. И получился у меня две аудиодорожки. Вот таким образом. Да, согласна, что вот именно они исчезли. Проверьте свои программы. После обновления Windows, которое произошло в конце прошлого года, они исчезли. Их нет, очень многие к ним привыкли. Я тоже их любила. Ну, вот сейчас на смену вот ClipChamp. Можно взять и попробовать. Здесь функционал абсолютно такой же, как у киностудии Windows Live. Если вы пользовались, то здесь все то же самое, только устроено все немножко по-другому. Есть переходы между сценками, чтобы красиво одна сценка переезжала в другую. Есть библиотека и шаблончики для оформления. Здесь же есть опция записи. Можно подключить микрофон и записать озвучку, например. Часть опций здесь тоже платная. Вот, например, в облако нельзя сохранять наш видеоролик. И есть какие-то дополнительные платные опции. Там, по-моему, какие-то шаблоны платные. Но это нас не касается в данном случае. Готовый видеоролик тоже скачивается в хорошем качестве. На компьютер можно использовать без ограничений. Ну, вот, пожалуйста, давайте полюбуемся, какие тут есть переходы. Вот то, что я говорила, платные штучки, помеченная значочка. То есть какие-то переходы платные, какие-то бесплатные. Ну, в общем, бесплатного функционала для простого видеолекции вполне себе хватает. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что здесь очень хороший редактор. Он работает и со звуком. Можно, например, увеличить, уменьшить скорость воспроизведения, сделать затухание, нарастание звука, если нужно. А еще здесь есть хорошие возможности для видеофильтров. Я имею в виду разные эффекты и фильтры. Сделать поярче. Допустим, видео не очень хорошего качества. То есть можно сделать его поконтрастнее, поярче, сделать его прозрачным можно тоже. Так что вот здесь хорошие такие редакторы есть. Это ему большой плюс. Ну, и на выходе. Можно скачать в качестве до 1080. 4К, это уже платное. И гифки он тоже бесплатно не делает. А так вот, пожалуйста, три варианта. В том числе и FullHG тоже работает в данном случае. В общем, неплохой инструмент. Можно осваивать, попробовать, посмотреть. Для простых видеороликов очень даже для начинающих подходит. Здесь я уже бегла, потому что эти программы у меня не стоят на компьютере. Я просто посмотрела на их функционалы и вот постараюсь вам сейчас рассказать. Тем более, что у нас уже перебор по времени. Поэтому здесь небольшая информация по сервисам, которые мне тоже подсказали участники вебинаров. Я решила, ну, раз такие подсказки мне пришли, давайте я их озвучу для всех. CapFing. Так, у меня есть ссылки на все эти штучки. Ну, давайте ссылки отправлю. Вдруг вам пригодятся. Закладки можно положить, потом почитать про них поподробнее. Итак, что умеет делать CapFing. CapFing – это тоже редактор, но уже на английском языке он будет посложнее. Правда, они пишут, что это подойдет для тех, у кого нет опыта работы с видео. Его можно перевести, попробовать через Google Переводчик. У меня даже вот что-то получилось. Вот, пожалуйста. Тут есть у меня функция тоже записи, загрузки, музыка. То есть частично на русский язык он перевел, и это хорошо. Это нелинейный видеоредактор, то есть здесь есть большое количество аудио- и видеодорожек. Можно накладывать, как мы видим, одну картинку на другую. Ну, я рандомные просто картинки вставила и посмотрела, как все работает. Поверх еще можно текст добавить. Есть возможность записать прямо здесь онлайн звук, голос за кадром, и все это вместе соединить. Набор треков есть музыкальных, которые можно использовать. Есть функция захвата с экрана скринкаста, и можно подключать веб-камеру. В общем, все 33 удовольствия. Неплохой редактор, он абсолютно бесплатный, ограничений никаких не дает. Единственное, минус, что он на английском. Но опять-таки переводчик нам в помощь. Еще один вариант, это посложнее. Как вы видите по картинке, шоткат. Тоже пользователи мне прислали информацию, озвучиваю, что умеет делать шоткат. Это видеоредактор с открытым исходным кодом, то есть он абсолютно бесплатный. Кроме обычных стандартных функций видеоредактора, обрезка, наложения, несколько аудио-видеодорожек. Как вы видите, здесь очень подробные настроечки. Тут настраивается буквально все, и звук, и картинка, и контрастность, яркость, цвета. Тут очень много каких-то функций, о существовании которых я и не подозревала. Но это для более продвинутых пользователей, надо сказать. Есть функция микширования звука, генерация тона, регулирование высоты звука, видеоэффекты, фильтры, поддерживает все видео-аудиоформаты, хромакей, запись на зеленом фоне. В общем, проще сказать, чего он не умеет. Абсолютно бесплатный инструмент, а его распространяют создатели абсолютно бесплатно. Полупрофессиональная программа для редактирования видео. Если вы любите это дело, можно попробовать. Но, опять-таки, повторюсь, английский язык. Хотя есть много обучалок по нему. Вот еще один вариант. Авидемукс, наверное, правильно так произносится. Это попроще программа для линейного монтажа, когда у нас сценки следуют одна за другой, тоже на русском языке. Он использует только основные функции. Обрезка, соединение, разрешение видео может поменять, фильтры, эффекты и немножко поработать с аудиодорожкой. Но по сравнению с предыдущей программой здесь функционал поменьше, но он и попроще. Тоже бесплатный вариант для работы, если что. Вот это еще со слушаем названием Gden Life. Тоже рассказываю, что я о нем знаю. Тоже бесплатный инструмент, тоже бесплатная программа. Нелинейный видеоредактор. Как мы видим, здесь можно любое количество аудио и видеодорожек создавать. Эффекты, переходы, добавление текста, титров. Функция захвата с экрана есть. Знающие люди говорят, что он похож на Adobe Premiere Pro. То есть это была такая программа, которая сейчас недоступна. Если пользовались, то вот в чем-то он похож. Не знаю, я не сравнивала. У меня не было Adobe Premiere, но тем не менее это тоже полупрофессиональная программа для продвинутых пользователей. Для создания каких-то больших творческих работ с различными функциями, разными совершенно. Все, что я сейчас озвучиваю, оно все бесплатно и без ограничений работает. ВСДС, правильно я сказала, это программка для создания видеороликов. Вот пример видеоролика, созданного нашей библиотекой, в этой программе я вам дала. Это тоже немножко не видеолекция, но тем не менее можно посмотреть, как он работает. Работает он неплохо. Выделяется он из ряда предыдущих всех программ тем, что он требует, несмотря на большой функционал, он на русском языке, с любым количеством аудио, видео, есть шаблоны, эффекты, переходы и все остальное, он требует минимального количества памяти. Это иногда важно. Когда мы устанавливаем программу на компьютер, нужно обратить внимание на то, сколько памяти она будет съедать на компьютере. Оперативной памяти и памяти для установки. Это важно, потому что очень многие программы с хорошим функционалом тяжелые. Компьютер их может не потянуть. Вот эта программа работает на минимальных оборотах, что называется. Можно даже на самый простенький компьютер установить, и она будет работать. Я в ней пробовала работать, правда. Мне показалось, навигация немножко сложная. Естественно, здесь понадобится время для освоения и обучающие материалы. Она будет немножко попроще, чем те, которые я называла до этого. Ну, в общем, функционал мне нравится, хороший, можно использовать в работе. Ну и дошли мы до практически профессиональной программы, до Винчи Резорф. Это уже действительно до профи. Программа, она требует огромного гигантского места на компьютере для мощных машинок. Но, тем не менее, тоже обзор был бы неполным без нее. Вообще программа изначально платная, но создатели предложили бесплатную версию программы с усеченными возможностями. Но это для них усеченные, а для нас очень даже неплохие. Эффекты перехода, текст, субтитры, восстановление поврежденных частей видеороликов, встроенный видеоконвертер, инструмент для записи экрана, и разные шаблоны и эффекты, и прочее, и прочее. Редактирование звука, картинки, хромакей и чего только здесь нет. Так что даже бесплатная версия здесь с огромным потенциалом, но, опять-таки, требует очень много времени для освоения. Тем не менее, ее можно скачать, установить и даже поработать с ней. Если вам интересно, то я работаю на очень простой программе. Она платная, она называется MovaVim, но мне она нравится. Все видеолекции, которые я записываю для такого массового производства, вот у меня есть цикл таких маленьких видеолекций, называется «Золотая летопись в Мурманской области». Вот все это я делаю с помощью этой программки. Стоимость на момент покупки была около 2 тысяч, сейчас она около 3 тысяч стоит. Это отечественная разработка, у нее есть поддержка, можно написать, если что-то непонятно. Поддержка неплохая, они отвечают быстро и действительно помогают в работе. Здесь есть библиотека эффектов, изображений, музыки, фоны. Все основное для создания видеороликов. Самое замечательное, что здесь и для освоения не понадобилось мне много времени. Она немного места заняла на компьютере, но это что называется, когда все сошлось. И с компьютером она подружилась. Нет, 3 тысячи это за все. То есть эта версия, я покупала, ну если интересно, могу сказать, как это было. Есть видеоэдитор, так называемый видеоредактор. Он стоит 2 с небольшим тысячи, по-моему, 2 200 он стоит. Надо уточнять на сайте, на самом деле. Но в чем суть? Вот обычный видеоэдитор позволяет редактировать видеофайлы. Здесь достаточно основных опций. Обрезка, картинки, видеодорожки, любое количество наложения, шаблончики. В общем, все основное есть. И второй вариант есть – видеосьют. Оно будет подороже. Вот как раз 300 тысячи. Вот у меня видеосьют стоит. Там есть еще плюс к видеоредактору. Есть еще функция скринкастинга. Я как-то обмолвилась в ходе вебинара, что я использую еще встроенный. Вот он здесь встроен. То есть здесь, кроме того, что есть видеоредактор, есть еще возможность записать с экрана. Вот два в одну. Но есть и помесячная оплата, на самом деле. Но мне нравится, когда сразу купил, и больше ничего не требуется. Вот это за все. Ну, по сравнению с зарубежными аналогами, в общем, по цене вполне себе нормально. Мне показалось, поэтому я и пользую ее. Мне нравится. У этой программы есть версия на 7 дней бесплатная. Можно попробовать ее скачать и потренироваться. Если понравится, приобрести. Ну, это так. В ходе. Это, если что, это не реклама. Это просто я рассказываю о своем опыте. Ну, и в заключении. Обычно, когда я про эту тему рассказываю, появляются вопросы. Мне часто их обычно задают после вебинара в письмах. Я решила их тут озвучить на экране. Может быть, кому-то эти вопросы тоже пригодятся. Итак, первый вопрос. Если мы записываем звук отдельно, не в программе, не в видеоредакторе, а хотим его записать отдельно и отдельно его редактировать. Есть ли такая возможность? Есть такая возможность. Есть замечательная программа для записи звука. Называется она Audacity. Она бесплатная, она на русском языке. Она постоянно обновляется. У нее очень хорошие возможности. Кроме самой записи, здесь есть функция обработки звука. Это пригодится, если вы планируете записать такую хорошую, качественную видеолекцию или цикл видеолекции. Вот обработка звука здесь пригодится. Ну, обработка звука – это тема отдельного вебинара. Я здесь просто скажу, что для обработки звука можно использовать вот эти вот опции, которые я сейчас вынесла в красную рамку. Но из редакшн – это удаление фонового шума. Может быть, вы обращали внимание, когда записывается звук, на заднем плане, как бы тихо в комнате не было, все равно идет какое-то шипение, шуршание, ну, какой-то вот этот вот шум. Особенно хорошо его в наушниках слышно. Это так называемый белый шум. Иногда его заглушают музыкой фоновой, но если у нас чистый звук, то можно использовать вот Audacity чистку фонового шума с помощью вот этого редактора. Очень хорошо чистит, я его использую. Дальше есть функция реверберации, добавление эха, ну, для особой художественности. Для лекции, может быть, это не подойдет, а если вы снимаете что-то более художественное, может пригодиться. Компрессор. Это хорошая штука, если у вас голос, ну, есть низкие и высокие частоты, вы хотите, чтобы у вас голос звучал более гармонично. Потому что не все выдерживают такую функцию, как послушать свой голос в записи. У всех возникает шок. И, ну, не у всех, но у многих, да. И все удивляются, что на самом деле мой голос звучит не так. У меня тоже это было. Вот компрессор позволяет сделать звук более гармоничным, сделать красивым звук. И плюс к этому он еще немножко его делает громче. Это важно, особенно если у вас тихий голос от природы, то компрессор здесь поможет его угромчить. То есть не надо напрягать связки и читать громче. А вот с помощью компрессора можно это сделать в программе. Ну, и дополнительные опции. Плавное нарастание затухания звука, удаление щелчков и треска. И отдельно можно еще дополнительно усилить сигнал, усилить свой голос максимально. Вот, на самом деле здесь очень много разных полезных эффектов. Так что Audacity, на мой взгляд, это номер один для записи качественного звука. Еще вопросик возникает, где брать фоновую музыку и дополнительные звуки. Иногда для художественности может понадобиться какая-то фоновая музыка на заднем плане. Может быть, вы хотите что-то проиллюстрировать звуками. Ну, я не знаю, там шум дождя, я не знаю, лай собаки. Вдруг у вас это понадобится? Есть библиотеки бесплатной музыки, бесплатных звуков. На слайде ссылочки на эти библиотеки. Естественно, можно использовать фонотеку Ютуба, но она закрыта. Ее могут использовать только те, у кого есть канал на Ютубе. Сейчас она закрыта для всеобщего пользования, поэтому ссылки на нее нет. А вот на все остальные библиотеки ссылки есть. Плюс внизу есть еще ссылочка на статью, где более 30 таких библиотек. Можно там посмотреть звуки, музыки. Вот это мои ресурсы, которыми я пользуюсь, когда создаю лекции и видеоролики. Вот, делюсь. Ну и видеозаставки. Тоже насущный вопрос. Когда мы хотим динамику добавить в кадр, не просто картинку показывать статичную, а хотим, чтобы там какие-то красивые вещи происходили. Например, сделать красивую заставку. Для видеоролика. Это же тоже важно. Особенно, если у вас цикл каких-то лекций, вы хотите каждую лекцию определенную заставку сделать. Это важная вещь. Такие видеозаставки еще называют футажи. Например, открытая книга. Сейчас я вам покажу пример такого футажа, чтобы было нагляднее на Ютубе. Это футаж, открытая книга. То есть, как заставка для какого-то видеоролика подойдет, и там потом в конце видео на этой книге напишем заглавие нашего видеоролика. Вот, примерно, такие вещи. Либо там какие-то просто видеозарисовки природы, не знаю, там, водопада какого-нибудь для уроков биологии, или там еще какие-то вещи. Ну, в общем, бывает, возникает потребность в таких видеозаставках. К сожалению, все ресурсы, где я раньше брала их, они все сейчас заблокированы по разным причинам. Осталось два ресурса. Вот делюсь на слайде. Qtstock.futage и Vidiva. Вот это два сайта, которые открыты для отечественных пользователей, и можно оттуда брать видеозаставки и видеофутажи. Вот, если необходимо. Там есть поиск, можно по поиску найти подходящий вариант. Это чтобы не нарушать авторское право. Да, потому что они все, вот все библиотеки, они все бесплатные, для некоммерческого использования. Единственное, что их нельзя использовать для коммерческой деятельности, то есть продавать видеолекции нельзя. А для образовательных целей можно. Ну вот, спасибо, нам подсказали, что Movavi Video Suite сейчас стоит 3-400. Ну, примерно, да, я около 3 тысяч так и рассчитывала. Это бессрочная лицензия, то есть это на всю оставшуюся жизнь, пока вы ее самостоятельно не удалите с компьютера. Вот, такое бывает. Причем, опять повторюсь, если вдруг нечаянно вы ее сотрете с компьютера, ее можно восстановить. У меня так произошло, когда компьютер закончил свое существование. Я ее восстанавливала уже на другом компьютере. Вот. Спасибо за комментарии, спасибо за обратную связь. По ходу вебинара был вопрос, а вот про плюсы и минусы сервисов, про обучалки и про еще многое-многое все. Вот, пожалуйста, обучалки. Тут частично я руку приложила, что-то написала. Частично нашла в интернете. Мне кажется, что они релевантны и можно их использовать. Про Type Studio я увидела комментарии, но мне показалось, что Type Studio в сегодняшний наш вебинар не очень вписывается. Я его оставила для вебинара про нейросети. У меня еще есть огромный список сервисов по созданию видео в нейросетях. Так что, если вам интересно, приходите в июне. Это мой последний будет вебинар в этом учебном году про нейросети. Я там расскажу и про видео, как они создаются с помощью нейросетей. Вот. Эту тему мы пока не оставляем. И продолжим уже в конце этого месяца, в конце января, будет еще один вебинар, посвященный видео. Поговорим о хостинге видеороликов, а точнее о Ютубе и о Рутубе. Попробуем их сравнить. Плюсы и минусы. Если у вас есть какие-то свои замечания, интересные предложения, так что приходите. На вебинар, я надеюсь, будет полезно и интересно для всех нас. Вот. Спасибо вам большое еще раз за то, что были сегодня. Как всегда, прощаюсь. До встречи. Как всегда, желаю. У меня пожелание сейчас только одно. Берегите себя и своих близких. Все координаты на экране. Приходите в группы, на каналы, пишите по электронной почте. Я всегда рада с вами пообщаться. Спасибо большое за комментарии. Вот. К сожалению, с работоспособностью у меня сейчас в последнее время сложновато. Болезни дала о себе знать, поэтому я немножко выпала из процесса. Но, как только восстановлюсь, я еще с большей работоспособностью продолжу осваивать для вас сервисы и рассказывать. Вот. Ну, на этом будем прощаться. Всего доброго. И до встречи в конце января. Субтитры создавал DimaTorzok